Один из объектов, который находится в хозяйственном ведении нашего предприятия, это небольшой вот этот вот скверик у стелы гостеприимства, которая встречает всех гостей, горожан, которые приезжают в город. Я считаю, что это один из значимых объектов нашего города, который на протяжении многих лет является символом нашего радушия, нашего гостеприимства, нашей доброты. И многие люди, которые, делегации, которые приезжают к нам в город, восхищаются тем, насколько у нас дружный, гостеприимный народ, насколько красивый город. И я считаю, что мы можем этим гордиться. После зимы мы произвели обследование всех памятников, расположенных на территории города. И было определено, что стелы гостеприимства находятся в не очень хорошем состоянии. Значит, было отслоение штукатурки в местах соединения бетонных плит. Также отслоилась штукатурка в верхней части, в нижней части, во многих конструкциях. Было принято решение произвести ремонт. И работники нашего предприятия, строительная группа, выполнила этот ремонт, выполнила обновление новой шубы. И на сегодняшний день я считаю, что она выглядит достойно и теперь будет радовать всех нас. Также на этом участке мы благоустроили газонную часть, мы подготовили, завезли новый грунт, подготовили под устройство газона территорию. В мае месяце будут высажены новые семена травы. Высадили гибискус, кусты роз, красивые, желтого цвета. Подготовили вот этот вот участок для высадки цветочной рассады. Это будет очень красивый цветник, который также будет радовать из большого количества ярких разных цветов. Также мы высадили голубые ели вот сзади этого объекта. И мне кажется, что он стал очень красивым, очень привлекательным. Когда все это будет в окончательном варианте, когда все это зацветет, расцветет, закончится посадка цветов, он будет выглядеть очень-очень-очень красиво. Я считаю, что мы сможем этим объектом все гордиться. Еще один объект, который выполнен руками, трудом наших работников нашего предприятия. Вот небольшой сквер у дома по имени СКУ-2 на бульваре. Значит, этот объект был вновь создан и благоустроен. Ввиду того, что планировалось 23 марта установка демориальной доски Анатолу Панзару. К сожалению, это мероприятие было отложено ввиду того, что сейчас в городе введен карантин. Вот, поэтому это мероприятие все равно состоится. Я надеюсь, что этот период времени пройдет. И это мероприятие состоится. Вот к этому мероприятию мы подготовили вот здесь вот этот вот сквер. Огромное спасибо работникам нашего предприятия. Это люди, которые ежедневно, ежечасно вкладывают огромное количество сил и труда для того, чтобы благоустраивать наш город, для того, чтобы создавать новые объекты на территории нашего города. Наша задача, и мы работаем для того, чтобы сохранить, приумножить, чтобы наш город каждый день развивался в лучшую сторону. Мы создаем новые объекты, мы создаем новые цветники, новые розари, мы благоустраиваем новые газоны. Мы приводим в лучшее состояние, больше облагораживаем наши скверы, бульвары и многие-многие другие территории нашего города. И это огромный-огромный вклад работников нашего предприятия. Эти люди, большинство, их 90%, не проживают в нашем городе. Это люди, которые живут в ближайших районах, селах и вокруг нашего города. Но, несмотря на это, они уже относятся к этому городу как к своему родному, потому что каждый день они вносят свою лепту для того, чтобы жизнедеятельность этого города каждый день улучшалась. И я бесконечно благодарна этим людям, работникам нашего предприятия за их труд. Здесь высажены... То есть дизайн вы продумывали сами, не советовали с архитекторами, каким будет дизайн вот этого уголка? Вы знаете, в этом доме проживает известный архитектор нашего города, заслуженный архитектор Республики Молдовы, господин Грицуник, и было очень приятно, когда он вышел, увидел окончательный вариант этого небольшого сквера. Он сказал о том, что я понимал, что будет хорошо, что будет лучше, чем было, но что будет так красиво и так замечательно. Говорит, я даже не мог себе представить. Очень много слов благодарности мы услышали от жителей данного дома и микрорайона. Это приятно, потому что вот эти положительные эмоции, вот эта оценка труда нашего, которую мы делаем каждый день, положительная оценка, она дает возможность идти вперед, и прилив энергии, сил, для того, чтобы не останавливаться, созидать каждый день. И здесь мы уже видим, что была использована, так скажем, технология укладки тротуарной плитки, которая была одобрена на градостроительном совете. Это светло-серый и темно-серый цвет. Она здесь действительно очень красиво смотрится. Да, плитку укладывали работники муниципального предприятия ДРСУ, Дорожно-ремонтно-строительного управления. Ну, а мы уже создавали вот это благоустройство этой зеленой зоны. Создавали красоту. Красоту. Здесь завезено огромное количество чернозема, больше 16 тракторов. Значит, выбран был в питомниках этот подсадочный материал. Мы очень долго, очень скрупулезно выбирали его и по качеству, и по красоте. И мне кажется, что нам удалось. Все получилось здорово.